Борис Кагарлицкий Оппозиция есть всегда и везде. Вопрос в том, что считать оппозицией. Если брать широко, то в разряд оппозиции можно зачислить всех недовольных чем-либо. Но в этой окраске оппозиция есть даже в племени Мумба-Юмба. Только единственное, что радикально недовольные варятся в котле, а в меру недовольные вместе с вождем племени их потом поедают. Даже если мы возьмем Ульяновскую область, мы можем наблюдать в нашем законодательном органе, парламенте, 24 места занимает Единая Россия, по-моему, 4 места КПРФ и по одному месту ЛДПР и Справедливая Россия. Это говорит о том, что система партийная, она полуторно-партийная. То есть в основном все решения принимают партии власти, а другие парламентские партии, они, к сожалению, не могут практически влиять на политический процесс. Поэтому их сложно назвать оппозицией. Это оппозиция, которая вписана в нынешний формат власти. Ну, она отличается от оппозиции 90-х годов тем, что та оппозиция боролась за власть. Эта оппозиция борется за место в нынешней власти. Вообще, сегодня перейти в ряды оппозиции довольно просто. Достаточно выйти на площадь с транспарантом или сказать, что ты недоволен политикой действующего президента. И все. Не надо придумывать громких лозунгов и политических программ. Те предложения, которые дает коммунистическая партия, те предложения, которые могут действительно реально повлиять на развитие страны, они подразумевают радикальную смену социально-политического курса. А на это это власть идти не хочет, потому что это грозит утратой вот этого монопольного положения. Ну, я еще раз говорю, что можно до определенного предела сдерживать все вот эти вот негативные проявления и не обращать внимания даже на радикальные такие меры, типа Голодожки. Но это все до поры доверие. В политическом пространстве объективно КПРФ нет. В политическом пространстве объективно ЛДПР нет. Объективно нет эсеров. То есть и те один, два, три депутата, которые есть для приличия в законодательных органах власти, от них и никого в исполнительный, играют совершенно декоративную функцию. Вы знаете, я, во-первых, не считаю, что у нас есть оппозиция, есть оппозиция вообще, потому что, как я уже говорила, при авторитарном режиме любая реальная оппозиция разгоняется. У нас есть оппозиционные течения. Они такие несистемные. У них нет столько прав и возможностей, чтобы предлагать, и даже не то, чтобы предлагать, а реализовывать свои проекты. Поэтому, конечно, я не считаю, что оппозиция в современной России играет какую-то роль и может влиять на политический процесс. Сложно предположить, что произойдет, если сегодняшние оппозиционные партии придут к руководству страной. Однако мнение по этому вопросу уже есть. Как предположили ньюсмейкеры партии власти, которым поручили выступить на митинге в Калининграде? Если оппозиция придет к власти, первым делом она перестанет платить пенсии и зарплаты и запретит завозить продукты в магазины. Ну, во-первых, сейчас, к сожалению, к великому оппозиции навряд ли сможет прийти к власти. Потому что, еще раз говорю, позиции Единой России очень крепкие. Единственное, что и оппозиция может наращивать в том или ином регионе свой списочный состав в лице депутатов. В законодательном собрании, в городской думе, в лице определенного рода глав поселковых управлений, администрации. То есть вот это возможно. А чтобы так кардинально пошатнулось, я думаю, что на сегодняшний момент, как говорил наш великий земляк, что должны быть предпосылки созданы. То есть верхи не могут, низы не хотят, пока революционной ситуации у нас в стране и в городе и области, к счастью, нет. Россия – это страна вертикали, и в этом смысле она, конечно, страна восточная. Все-таки строгой, жесткой вертикали. И у нас нету вот этого менталитета европейского, все-таки частного, частного интереса какого-то, частного представительства, идеологии, конкуренции, идеологии. У нас все-таки есть представление о власти как о сильной личности. Если говорить о ближайшей перспективе, ну, как вам сказать, ну вот эта вот однопартийная, даже не однопартийная, такая вот пирамида власти из одного центра, ну это, я ее называю русская матрица. Как бы не предпринимались попытки создать многопартийность, оппозиционность, естественно, искусственно, в конечном счете ход событий, описав траекторию определенную, возвращается к изначальной матрице, к единой такой пирамиде власти. Вертикалью ее назвать трудно. Продолжение следует...